всем привет сегодня буду готовить квашную капусту это очень просто получается вкусно и очень красиво понадобится мне капуста свекла чеснок и морковь вот примерно в таком количестве один средний вилок две-три штучки тоже средние свекла и 2-3 моркови примерное соотношение чтобы капуста получилось примерно в 3 в 4 раза больше чем допустим этого ингредиента или этого чеснок я беру одну головку если любите поострее можно взять больше чеснока 2 допустим либо добавить острый перец или хрен и небольшой совет насчет капусты чтобы она вас получилось вкусное может быть кому-то пригодится если у вас есть уже какая-то в наличии ну можно из нее приготовить а если вы только планируете ее идти допустим на рынок покупать то выбирайте поздние сорта то вот допустим сейчас самый хороший когда уже ближе к первым морозом она должна быть такая тугая плотная именно поздние сорта и обратите внимание капуста бывает разных цветов я не очень честно говорю разбираюсь сортах но бывает зеленая бывает вас таким зеленоватым оттенком а бывает прям белая молочная вот я ее рекомендую я к сожалению в этот раз не нашла я взяла вот такую бледно-зеленую поэтому я буду из нее готовить все подготовили почистили помыли теперь морковь и свеклу мы натираем на крупной терке чеснок нарезаем колечками не обязательно мелко как хотите теперь нам нужно нарезать капусту как ее нарезать вы можете выбрать сами то есть обычная квашеная капуста нарезается тонкими полосочками пожалуйста как вам удобно я буду готовить пелюску для этого мне нужно просто крупные квадраты можно его такими дольками оставить пожалуйста если вам нравится я режу вот так теперь мы это все укладываем в банку равномерно распределяем если вы плохо в этом ориентируйтесь вы можете просто взять большую посуду и все просто перемешать и и и и и и и так немножко можно утрамбовывать и 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 опять очень 3 님 и и и и 2 две столовые ложки растительное масло рафинированное также 200 миллилитров вот по рисочку и все это мы доводим до кипения буквально минуточку покипела выключаем добавляем уксус обычный столовый уксус также я беру по рисочку 200 миллилитров добавляем все хорошо перемешиваем и теперь аккуратненько потихонечку этим горячим рассолом заливаем капусту просто чтобы у вас банка не лопнула и успела прогреться по этим потихонечку капуста должна быть полностью покрыта рассолом теперь баночку прикрываем крышкой не накрываем а просто вот сверху кладем и оставляем полностью остыть после этого уже можно ее переставить в холодильник через сутки и уже можно пробовать через трое суток она будет полностью готова можно кушать теперь капусту можно достать покажу как она выглядит в готовом виде у меня правда прошло еще не три дня чуть чуть больше двух я думаю же достаточно и посмотрите какая красота получается пелеска переводится как цветочный лепесток и она действительно очень похоже на столе смотрится безумно красиво она очень вкусная она полностью готовы она хрустящая при желании вы можете просто немножко посыпать зеленым луком этого будет вполне достаточно в магазине такая капуста стоит совсем недешево а готовится как видите проще простого да и нет в магазине настолько вкусной капусты попробуйте сами приготовить уверена вы тоже и полюбите всем спасибо приятного аппетита пока пока